Привет! Ну что же, сегодня мы с вами переходим к разбору второго юнита учебника Rainbow за пятый класс Афанасиевой Михеевой. Итак, Step 8. Восьмой шаг. Round up. Do it together. Сделайте это вместе. Итак, Exercise 1. Упражнение первое. Listen to the text and read the sentences in the right order. Послушайте текст и прочитайте предложение в правильном порядке. Ребята, давайте послушаем текст, ну а затем мы с вами прочитаем предложение. Субтитры делал DimaTorzok I became a university student. I was interested in medicine and I was a very good student, always ready to answer the questions my teachers asked me. They said I could become a good doctor. I began to work as a doctor in my town hospital. Then I married and soon my husband got a new job. We left for India. But there I couldn't work as a doctor. I began to work as an animal doctor. Now I am a vet. Итак, ребята, в каком же порядке должны правильно стоять предложения? Первое. Первое предложение под буковкой D. Anna was born in summer. Anna родилась летом. То есть в тексте она говорит, что она родилась I was born on the 31st of August. То есть она родилась 31 августа, она родилась летом. Далее. Анна жила в маленьком английском городке, когда она была маленькой девочкой. Далее, ребята, буковка B. Анна была маленькой, у нее было много питомцев. Далее, ребята, следующая буковка. После G у нас B. После B у нас E. Анна's career began when she was 18. Карьера Анны началась, когда ей было 18. Далее буковка A. Анна была очень хорошим студентом в университете. Дальше буковка F. Anna got married. Анна вышла замуж. И последняя буковка, ребята. In India, Anna began to work as a vet. То есть в Индии Анна стала работать ветеринаром. Итак, ребята, еще раз давайте я вам расскажу. D, G, B, E, A, F, C. Порядок, правильный порядок текста. Ну что же, а мы с вами переходим ко второму заданию. Ребята, а между тем, пожалуйста, обязательно не забывайте подписываться на канал. Не пожалеете, поставьте лайк этому видео. И, конечно же, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И приходите на видео по ссылке. Итак, задание второе. Read the word combinations. Прочитайте слово-сочетание. Итак, the first step. Первый шаг. The first child. Первый ребенок. The first thing. Первая вещь. Итак, ребята, ну что же, переходим к следующим словам. Итак, the tenth hotel. The twenty-th capital. Десятая день. Двенадцатая столица. The thirteenth city. Тринадцатый город. The fourteen day. Четырнадцатый день. The fifteenth night. Пятнадцатая ночь. The sixteenth street. Шестнадцатая улица. The seventeen, seventeenth place. Семнадцатое место. The eighteenth pupil. Восемнадцатый ученик. The nineteenth table. Девятнадцатая басня. The hundredth visitor. Сотый посетитель. Окей, ребята, ну что же, а мы с вами переходим к третьему заданию. А мы с вами, ребята, переходим к третьему заданию. The people in the picture are staying in a small American hotel. Say where they are now. Люди на фотографии остановились в маленьком американском отеле. Скажите, где они сейчас? Example. Пример. Бэрри и Джейн Нелсон находятся на первом этаже. Они в комнате девять. Итак, ребята, давайте посмотрим, где остановились остальные жители. Джейк Робинсон. Джейк Робинсон. Вместо Бэрри и Джейн мы будем составлять имя Джейк Робинсон. И вместо вспомогательного глагола are употреблять вспомогательный глагол is, так как это единственное число. Джейк Робинсон. Джейк Робинсон is on the second floor. Джейк Робинсон во втором этаже. He is in room. Он в комнате 16. Окей. Джейк Робинсон is on the second floor. He is in room 16. Мисс Скиннер у нас на третьем этаже в комнате 28. Мисс Скиннер is on the third floor. Мисс Скиннер на третьем этаже. She is in room 28. Она в комнате 28. Далее. Шэрон Бэл. Шэрон Бэл is on the fourth floor. She is in room 33. Шэрон Бэл на четвертом этаже. Она в комнате 33. Далее, ребята. Чарльз Тейлор. Чарльз Тейлор is on the fifth floor. He is in room 49. Чарльз Тейлор на пятом этаже. Он в комнате 49. Далее. Роузи и Кейт Свифт are. Потому что множественное число, ребята. Множественное число. Всегда употребляем вспомогательный глагол. Роузи и Кейт Свифт are on the sixth floor. They are in room 52. Итак, они на шестом этаже. Они в комнате 52. Русь. Пэрри is on the seventh floor. She is in room 64. Так, она на седьмом. Русь Пэрри на седьмом этаже. В комнате 64. Далее. Фредди Роджерс. Фредди Роджерс. Фредди Роджерс is on the eighth floor. Фредди Роджерс на восьмом этаже. Фредди Роджерс. Фредди Роджерс is on the ninth floor. Мисс Кук на девятом этаже. She is in room 85. Она в комнате 85. Далее. Мистер и Миссис Болл are on the tenth floor. Мистер и Миссис Болл на десятом этаже. They are in room 10. Они в комнате... Ой, извините, ребята. They are in room 93. Они в комнате 93. И, ребята, если вы посмотрите на этажность здания, то самый первый этаж обычно называется ground floor. То есть ground... Подождите, я напишу это слово. Ground. Ground floor. Как бы сокольный этаж. Самый первый этаж, на который не нужно подниматься, это ground floor. От слова ground – земля. Он прямо находится на уровне земли. И первый этаж, на который вы должны подняться, то есть по-русски это был бы второй этаж, он называется first floor. То есть на first floor вы уже должны подняться по ступенькам. Очень интересно, да, всё? Итак, давайте с вами перейдём к следующему четвёртому заданию. Read the text and match them with the names. Прочитайте текст и соедините его с именами. Итак, ребята, ну что же, давайте с вами попробуем. Texts. Тексты, да? Первый текст под буковкой A. Итак, after school, she went to university. She was a very good student and had a strong interest in medicine. Now she works in a small hospital. She knows and loves what she's doing. Итак, давайте попробуем перевести. В польской школе она пошла в университет. Она была очень хорошим студентом и имела сильный интерес к медицине. Сейчас она работает в маленьком госпитале. Она знает и любит то, что она делает. И, понятно, ребята, по профессии мы можем определить, кому относится этот текст. И в данном случае это Emma, a doctor. Emma, доктор. Далее. Он стал работать, когда он был в университете. Его первые ученики любили его. И им нравились его уроки. Enjoy – это наслаждаться или нравиться. Да, ребята? Enjoy. Им нравились его уроки. He liked to spend. Ему нравилось проводить время с ними тоже. Сейчас он старше. Older. Люди говорят, что он делает хорошую, очень хорошую карьеру. И так, это третий вариант. Да, это Charles, a teacher. Charles – учитель. Далее, ребята, задание под буковкой C. She can write very well. When she was younger, she tried to write stories when they were good. Some were funny and some were sad. Now she is working with a newspaper and writes about interesting people. Итак, она умеет писать очень хорошо. Когда она была моложе, она пыталась писать истории. Они были хорошими. Некоторые были забавны, и некоторые были грустными. Сейчас она работает в газете и пишет об интересных людях. И, ребята, конечно же, это Julia, a journalist. Julia – журналист. Далее, буковка D. When he was a child, he liked to sing and to dance. People said he could do it very well. His dream was to become a film star. Итак, last year he starred in his first film. A lot of people watched and enjoyed it. Now he is making a very good career. Когда он был ребенком, ему нравилось петь и танцевать. Люди говорили, что он мог делать это очень хорошо. Его мечта была стать кинозвездой. В прошлом году он снялся в его первом фильме. Многие люди смотрели, и им понравилось. То есть, им понравился он. То есть, новый фильм. Сейчас он, it – это говорится о фильме, потому что это относится к неодушевленному предмету. Сейчас он делает очень хорошую карьеру. И в данном случае, ребята, это Patrick – an actor. Patrick – actor. Окей, ребята, между тем, пожалуйста, обязательно не забывайте поставить лайк этому видео. И, конечно же, пожалуйста, подписывайтесь на канал, чтобы не потеряться и смотреть еще больше видео. Итак, exercise for – упражнение 5. Ребята, я вам сразу скажу, что у нас восьмой урок состоит из десяти упражнений, несколько из которых последних вы должны сделать сами. Итак, пятое упражнение. Sam is a photographer. These are the things he usually does. Say what he did yesterday. Sam – фотограф. Это вещи, которые он обычно делает. Скажите, что он делал вчера. И пример, example. Пример. Sam spent some time in the park. Sam проводит какое-то время в парке. И, ребята, мы видим, что у нас предложение стоит в настоящем времени. Вам же его нужно будет переделать на прошедшее время. В данном случае мы должны изменить глагол spend, который у нас неправильный, на spent. He spent some time in the park yesterday. Он провел какое-то время в парке вчера. Ну, ребята, я сразу вам напишу, что слово yesterday вы должны будете употреблять в каждом предложении. И то слово, которое вы должны будете изменить, а в данном случае это gets, says, has, lives, drives, takes, is, feeds, takes, is, enjoys. Вы должны будете изменить. И я вам напишу на что. Итак, первое. Sam gets up at 7 in the morning. Sam встает в 7 утра. Sam, и в данном случае про следующий время, поэтому это будет у нас got up. Вместе gets up. Sam got up at 7 in the morning yesterday. Sam встал вчера в 7 утра. Далее. Sam says hello to his wife Jane. Sam говорит привет своей жене Jane. И мы прибавляем слово yesterday. Sam said hello to his wife Jane yesterday. И вместо say мы употребляем глагол в прошедшем времени said. А Sam сказал привет своей жене Jane вчера. Далее. He has breakfast at 7.30. Он завтракает в 7.30. Или at half past seven. То есть в 7.30. Можно по-другому сказать half past seven. И мы с вами говорим, что he had breakfast at 7.30 yesterday. Он завтракал. Вместо has мы употребляем слово had. Да, все эти глаголы у нас мы видим неправильные. Он завтракал в 7.30 вчера. Далее, ребята. Sam lives for his work at about eight. Sam уходит на работу около восьми. Lives мы меняем на неправильный глагол left. Sam left for his work at about eight yesterday. Sam уходил на работу восемь вчера. Далее, ребята. Number five. Номер пять. He drives to his work. Он едет на работу. То есть имеется в виду за рулем автомобиля. He drove to his work yesterday. Он ехал за рулем на работу вчера. Number six. Номер шесть. He takes his lunch with him. Он берет с собой lunch. И в данном случае мы меняем на He took his lunch with him yesterday. Он брал с собой lunch вчера. Number seven. He eats his lunch in the park. Он ест ланч в парке. И мы с вами говорим He ate his lunch in the park yesterday. Он ел ланч в парке вчера. Далее. He feeds birds in the park. Он кормит птиц в парке. И мы меняем на прошедшее время He fed birds in the park yesterday. Далее. Sam takes pictures in the park and in town. Sam фотографирует в парке и в городе. Делает фотографии, да? Итак, Sam took pictures in the park and in town yesterday. Далее, ребята. At seven in the evening, he is at home. В семь вечера он дома. И, ребята, смотрите. Is мы меняем на worse. Каждый глагол, который мы употребили в этом задании, он был неправильный. То есть написание данного глагола в прошедшем времени вы должны запомнить. Итак, At seven in the evening, he was at home. Yesterday. Вообще логичнее здесь сказать Yesterday at seven in the... Нет. He was at home yesterday at seven in the evening. Окей. Далее. He enjoys his evening at home. Ему нравится вечера дома. He enjoyed his evening at home. Ему понравился вечер дома вчера. At home yesterday. Yesterday, да. Можно говорить yesterday, можно не говорить. Если вы хотите просто употребить глагол в прошедшем времени, слово вчера употреблять не обязательно. Окей, ребята, ну что же. А мы с вами переходим к правилам. Know to better. То, что нужно запомнить. Итак, ребята. Family – это у нас семья. Слово семья у нас может употребляться с глаголами как в единственном, так и во множественном числе. Если речь о вашей семье, то используется глагол в единственном числе. Например, My family is big. My family has a lot of friends. Моя семья большая. В моей семье много друзей. То есть, И, ИС и ИС указывают на то, что слово Family употребляется в единственном числе. И если же речь идет о членах семьи, то мы говорим, употребляем глагол во множественном числе. Например, My family are interested in photography. То есть, Не моя семья большая. Или У моей семьи много друзей. А вот именно когда вы подразумеваете слово семья, переводите его как члены семьи. Например, Член моей семьи интересуется фотографией. Тогда мы употребляем А. А. То есть, глагол во множественном числе. Окей, ребята. Ну что ж, Давайте с вами выполним упражнение. Шестое. Say who in your family. Скажите, Кто в вашей семье? Да? Usually makes breakfast. Обычно делает завтрак. Вы можете сказать, что My mom usually makes breakfast. Моя мама обычно делает завтрак. Далее. Так. Number two. Номер два. Made breakfast yesterday. Делал завтрак. Делал завтрак вчера. Можете сказать, My dad made breakfast yesterday. Здесь уже употребляется глагол. Made в единственном числе. Ой, в прошедшем времени. Извините. Далее. Кто? Кто? Does the rooms in the flat house. Выбирается в комнатах, в квартире или в доме. Можете сказать, My mom does the rooms in the flat. Моя мама убирается в квартире. Или My mom does the rooms in the house. Моя мама убирается в доме. То есть одно из двух. Либо In the flat, либо In the house. Далее. Number four. Did the rooms yesterday. Кто убирался в комнатах вчера? Вы можете сказать, например, I did the rooms yesterday. Я убирался в комнатах вчера. То есть Do the rooms. Это переводится в выражении, как убираться. Далее, ребята, Number five. Spent a lot of time in the country last summer. Провел много времени в деревне в прошлом летом. Например, Вы можете сказать, что My sister или My brother или I Либо моя сестра, либо мой брат, либо I это я. Spent a lot of time in the country last summer. Далее. Is interested in sport. Интересуется спортом. Например, Вы можете сказать, что My dad, мой папа, is interested in sport. То есть Вам просто нужно добавить название члены семьи. Mom, Dad, Me, My sister, My brother и так далее. Number seven, ребята. Was interested in animals when a child Интересовался животными, когда был ребенком. Вы можете сказать про себя, да? I was interested in animals when a child I Просто добавляем I Could ride a bike when a child Мог кататься на велосипеде, когда был ребенком. Вы можете сказать, например, Мой папа мог кататься на велосипеде, когда был ребенком. Can't swim well. Может хорошо плавать. Может сказать, что My... Например, Мой дедушка. My granddad. Мой дедушка. My granddad can swim well. Мой дедушка умеет хорошо плавать. Ну что же, ребята, А мы с вами переходим к следующему девятому заданию. Work in pairs. Работа в парах, где вы должны Ask and answer questions about your families. Задайте вопросы и ответьте на вопросы о своей семье. What they are interested in. В чем они интересуются? Когда вы говорите члены вашей семьи, вы употребляете это во множественном числе. What are your family? В чем твоя семья, члены твоей семьи? Interested in. Чем они интересуются? What are your family interested in? Чем интересуются члены твоей семьи? Вы можете ответить My family are interested in, например, gardening. С удовольствием. Gardening. Или вы можете сказать My family are interested in traveling. Путешествия. А вы также можете про каждого конкретного члена семьи рассказать. Например, My mom is interested in knitting. Моя мама интересуется вязанием. И так далее. What they can do well? Что они могут делать хорошо? То же. What can they do well? Так, это вопрос. Мы встанем в вопросе can на первое место. They can, например, swim well. Они могут плавать хорошо. Или They can cook well. Они могут хорошо готовить. И также про отдельного члена семьи. Например, My dad can play golf well. Мой папа хорошо играет в гольф. Или My mom can, например, can knit well. Моя мама хорошо вяжет. Далее. What do you like to do together? Что вы любите делать вместе? И вопрос правильно задать. Нужно так. Упс. Так, ребята. What do you like to do together? Что вы любите делать вместе? What do you like to do together? Вы можете сказать We like What? What? Ответом может быть, например, We like to spend time together. Мы любим проводить время вместе. To spend time together. Да? Мы любим проводить время вместе. Так. Так. Ребята, смотрите на описки. Пишу быстро. We like to spend time together. Окей, ребята. Ну что же. Переходим к седьмому заданию. Read about you and speak about yourself. Прочитайте про Юру И поговорите про себя. Это последнее задание Перед заданиями, Которые вы должны будете сделать самостоятельно. Но самостоятельные задания Мы с вами Обязательно разберем. Итак, ребята. И давайте посмотрим, например. Jill was at university When she was twenty-two. То есть, Jill была в университет, Когда ей было двадцать два. И мы вставили предлог at, Потому что он именно подходит в данном случае. Давайте попробуем дальше. Некоторые дети говорят, Что они не хотят вставать рано утром. И вставать это будет get up. Далее. Итак, ребята. What's your address? Какой твой адрес? I live at twenty-six. Apple street. Я живу на улице двадцать шесть. И в данном случае подходит предлог at. Далее. When I go into France for Italy. Когда ты уедешь с Францией в Италию. И в данном случае уезжать куда-то. Это предлог for. То есть, предыдущий предлог был at, А в данном случае предлог for. He is interested in photography. Здесь однозначный предлог in, Потому что интересоваться чем-то. To be interested in. Далее. Номер пять. Jack began to dream about a medical career when he was a child. Jack стал мечтать о карьере медико, то есть медицинской карьере, когда он был ребенком. Dream about. Dream about. Далее. Number six. I think you visit a lot of places of interest in New York. Я думаю, ты посетишь много достопримечательностей в Нью-Йорке. Достопримечательность – это a place of interest. То есть, number six. Номер шуток – это будет предлог of. Далее, ребята. Sam always spends a lot of time on books, newspapers and magazines. Sam всегда проводит много времени над книгами, журналами и газетами. Ребята, я бы в данном случае вставила предлог on. Как мы видим, вероятнее всего, в задании у нас описка. Потому что два раза употребляется in. У нас нет как в слове at цифрыки 2. Здесь наверняка должно быть in и on. In и on. Окей. Ребята, задание девятое. Use the where necessary. Используйте предлог the, где это необходимо. Итак. C is the third letter of the English alphabet. C – это третья буква английского алфавита. И непременно перед порядком нечисличными нам нужно употребить артикль the. Далее. Итак, ребята, далее. Второе. The picture is on page 3. Картинка на третьей странице. Page 3. У нас артикль не требуется. Далее. The writer was the seventh child in the big family. Автор был третьим ребёнком, то есть седьмым ребёнком большой семьи. И непременно здесь тоже употребляем the порядковые числительные. Далее. I take bus forty to go to school. Я сажусь на сороковой автобус в школу. То есть, ребята, это как имя собственное. Тут мы не употребляем the, потому что не имеется в виду конкретный какой-то автобус. То есть, имеется в виду просто автобус сорок. Это как имя собственное, тем более оно пишется даже на большие буквы. Далее. Любой сороковой автобус. The browns are staying in room one of our hotel. Брауны остановились в первой комнате нашего отеля. Room one. Комната один. Это идёт как название. Мы не говорим первый. Мы имеем в виду именно room one как название. Мы не употребляем артикль the. Далее. The English room is on the third floor. Здесь уже следует on the school. Класс английского на третьем этаже. В школе. То есть, здесь мы употребляем артикль the. Далее. The second story in the book is more interesting than the first. В данном случае, во всех случаях, нужны артикли the. Первое, второе, порядковое, числительное. Обязательно употребляем артикль the. Далее. The new text is in step two. Тут уже не надо. Новый текст в шаге втором. Ничего не употребляем. Окей, ребята. Ну что же. Мы с вами переходим к следующему заданию. Последнему заданию. Get ready to write a dictation too. То есть, приготовьтесь написать второй диктамент. У нас много с вами слов. Давайте всех с вами быстренько прочитаем и разберем. Прежде чем переходить на следующий. К следующему шагу. Итак. To be interested in. Интересоваться чем-то. To stay at a hotel. Останавливаться в отеле. The first lesson. Первый урок. To leave Moscow for London. Уезжайте из Москвы в Лондон. Ребята, видите, здесь у нас важные предлоги. Interested in. Stay at. Live for. A medical career. Медзинская карьера. To become an engineer. Стать инженером. To grow vegetables. Выращивать овощи. To be a good daughter. То есть, хорошей дочерью. To marry a shop assistant. Уйти замуж за продавца. То есть, ассистента в магазине. To die young. Умереть молодым. Далее, ребята. Actor. Актер. Aunt. Тетя. Baker. Paper. Banker. Banker. Come. Становиться. Born. Рождаться. Businessman. Businessman. Career. Career. Captain. Captain. Джорджи. Дочь. Dentist. Dentist. Drive. Умирать. Dream. Мечтать. Dressmaker. И так, ребята, у нас Dressmaker. Портник или портной. Engineer. Engineer. Fifth. Пятый. Fifty. И десят. First. Первый. Fisherman. Рыбак. Forty. Сорок. Forty four. Сорок четыре. Forty. Сороковой. Interest. Интерес. Interested. Интересоваться. Заинтересован в чем-то. Get. Улучшать. Great grandchild. Правнук. Great grandchildren. Правнуки. Great granddaughter. Правничка. Great grandfather. Прадедушка. Great grandmother. Прабабушка. Great grandson. Правнук. Great grandparents. То есть, прабабушки и прадедушки. Grow. Выращивать. Journalist. Журналист. Live. Покидать. Learn. Учить. Life. Lives. Жизнь. Жизни. Magazine. Journal. Married. Выходить замуж. Newspaper. Дозета. Nine. Девятый. Photography. Фотография. Second. Второй. Shop assistant. То есть, продавец. Spend. Тратить. Sportsman. Спортсмен. Stay. Оставаться. Третий. Третий. Твеллфт. Двенадцатый. Анкл. Дядя. Юниверситет. Университет. Ну и, ребята, глаголы в прошедшее время. Become became. Встать становиться. Блэл. Блэл. Дудь. Дул. Кэн. Куд. Уметь умел. Мочь мог. Кам. Кэн. Приезжать. Приехал. Приходить. Пришел. У некоторых слов, как вы видите, два названия. Дрэм. Дрэмит. Мечтать. Тут может быть глагол как с окончанием иди, так и с окончанием ти. Да? Вот этот вариант позволен. Дрэм. Это также спать. Спал. Дрэйв. Дрэйв. Ехать за рулем. Ехал за рулем. Фид. Фед. Кормить. Кормил. Флай. Флыл. Летать. Летал. Гэт. Гот. Получать. Получил. Грор. Гру. Растить. Вырастил. Хея. Хэрд. Слышать. Услышал. Нэу. Нью. Знать. Знал. Лэн. Лэн. Тоже два варианта. Лэн. Учить. Изучал. Лив. Лэфт. Уходить. Ушел или покинул. Мэйк. Мэйд. Делать. Сделал. Райд. Роуд. Ехать верхом. Ездил верхом. Рэм. Рэйн. Звонить. Позвонил. Сэй. Сэд. Говорить. Сказал. Сэн. Оп. Ребята, опечатка опять. Сэн. Сэн. Петь. Спел. Да. Сид. Сэд. Сидеть. Сел. Спик. Спо. Говорить. Сказал. Спент. Спент. Проводить. Провел. Сти. Или тратить. Потратил. Сти. Стол. Красть. Украл. Свин. Свэм. Плавать. Плавал. Реплыл. Окей, ребята, обязательно переходите на девятый стык. Всем счастливо. Удачи вам всем. Пока.